Привет, друзья! Давно мы с вами не делали продуктовые обзоры. И вот пришла зима, мы стали чаще пить чай, со вкусняшками, естественно. Я подумала, почему бы нам не сделать подборку из блинчиков с разными начинками. Поэтому сегодня у нас очень вкусный обзор. Можете сразу налить себе чай, потому что после просмотра этого видео вам точно захочется блинов. Что мы с вами будем делать? Я покажу, какие блины у нас есть. У нас есть целых 24 вкуса. Есть блины и с привычными начинками, а есть и очень интересные экзотические начинки. Некоторые вкусы мы приготовим и вместе с вами попробуем, а в конце выберем самые лучшие. Итак, подготовились мы основательно. У нас целая гора блинов. Что у нас тут есть? Блины с пылу, с жару, со сладкими начинками. Есть с малиной, с клубникой, с вишней, с творогом и с ореховой пастой. С несладкими начинками. С печенью, с ветчиной и сыром, с курицей, с индейкой и с мясом. А еще есть обычные блины, то есть без начинки, диаметром поменьше и диаметром побольше. Мне, конечно, хочется попробовать все вкусы, но так как у нас время ограничено, мы с вами приготовим блины без начинки, диаметром 20 сантиметров. Блины трубочки с печенью, с вишней и с творогом. Еще у нас есть блины с пылу, с жару, сытой папа. Вот такие. Со вкусом жареной курицы, с сочным мясом и с творогом. Наверное, мы приготовим с жареной курицей и с мясом. Блины фиера. Вот они. Это десертная линейка с пылу, с жару. Сами блинчики в этой линейке все шоколадные, а вкусы очень изысканные. Есть вкусы с йогуртом и клубникой, с пломбирно-кокосовым кремом, с кремом тирамису, с соленой карамелью и с белым шоколадом. Это уникальные десертные шоколадные блинчики, которые идеально сочетаются с кофе или чаем. Это как пирожные. Тут очень сложно выбрать какие-то одни на дегустацию, потому что все начинки изысканные. Ну, возьмем на пробу три. Блины с белым шоколадом, блины с соленой карамелью и с йогуртом и клубникой. И еще есть блины с пылу с жару премиум. Эти блинчики в форме конверта с большим количеством начинки, приготовлены по особой технологии и с уникальными ингредиентами. Какие у нас здесь есть вкусы? С томленым мясом, с деревенским творогом, с запеченной курицей и сыром и с лесными ягодами. Здесь мы выбрали на пробу блины с томленым мясом и блины с лесными ягодами. А еще с пылу с жару выпускают вкусные домашние оладушки. Все блины замороженные мы храним в морозилке. Упаковка очень удобная, полупрозрачная. Можно посмотреть, какие блинчики внутри и много места в морозилке не занимает. Вся эта куча у нас влезла без проблем. Все эти блины можно приготовить тремя способами. В микроволновке, на плите и в духовке. В микроволновке самый быстрый способ. На плите самый вкусный, потому что у блинов так получается классная корочка, а самый полезный в духовке, потому что так нет канцерогенов. Также есть дефростация, то есть просто можно разморозить продукт при комнатной температуре. Мы с вами попробуем приготовить блинчики всеми способами. Давайте начнем с микроволновки, потому что это самый быстрый способ и уже быстрее хочется что-нибудь попробовать. Возьмем вот эти блины и теперь просто достаем их из упаковки, складываем на тарелку и греем в микроволновки примерно 3-4 минуты. Так, мы с вами возьмем из линейки с пылу с жару блины с творогом, с вишней. Я проговариваю, чтобы самой тоже не запутаться. Дальше блины с жареной курицы, сытый папа и блины с сочным мясом, тоже сытый папа. Я выложила на блюдо все блины, потому что мы хотим с вами попробовать разные вкусы и сейчас уберу их в микроволновку. Но вообще, если вы, например, готовите на всю семью, вы можете разогревать блинчики прямо вот в этом вот лотке специальном. Он безопасен при разогреве и поэтому можно лишний раз тарелку не пачкать. Убираем микроволновку. У нас прошло 4 минуты, блины приготовились. Я их сильно не разогревала, они такие тепленькие. И сейчас будем пробовать. Мы уже так есть, хочу. Это так пахнет вкусно и выглядит точно аппетитно. Я начну пробовать с несладких блинчиков с начинкой, с мясом и с курицей. Ну, я так привыкла, что сначала не сладко ем, а потом уже десертик. И не знаю, какой это блинчик. Сейчас мы отрежем и попробуем. Пахнет очень вкусно. Я боюсь, что я сейчас первой партии наемся, и потом меня остальные не влезут. Они все-таки вкусные, хочется попробовать все блины. Поэтому я съем только по кусочку. Ну что, это блинчики с мясом. Мясо такое хорошо прожаренное, но не лишнего. На такой пикантный нежный вкус. Очень нежная текстура. И приятное тесто. И тесто классно гармонирует с начинкой. Это у нас, напомню, блины с этой папой. И сейчас я попробую второй блинчик. Он у нас должен быть уже с курочкой. Мне очень нравится, что тесто такое прям мягкое-мягкое. Пока блин режу, чувствуется, что нож там утопает. Так. Прекрасно. Мне оба вкуса очень понравились. И с мясом и с курицей. Но, наверное, курицу я люблю очень больше. Поэтому, если по моему вкусу судить, то я бы, наверное, выбрала блинчик с курицей. Мне кажется, что этот вариант мясной такой классный для сытного завтрака. Особенно, если у тебя там куча дел потом или тренировка. Потому что мясо и курочка, это у нас белок. И теперь мы с вами попробуем вишню и творог на десерт. Знаете что? Я, наверное, руками попробую. Не знаю, я раньше блины все время руками ела. Мне как-то так удобнее. Это у нас творожочек. Классно. Наверное, начинка из творога одна из моих самых любимых в блинах. Вообще, я творог уважаю. Тоже белок. Тоже классный для завтрака. И блины вкусные. Он такой немножко сладкий, но в меру. И с творогом. Надо запить кофе, чтобы вкус лучше раскрыть. Блинчик с вишневой начинкой. Вот видно, вот оно у нас. Тоже супер. Очень вкусно. Если вы вишню любите, вам тоже понравится. Вкус вишни довольно яркий. С легкой такой кислинкой. Сахар его не перебивает. Хотя блинчики, конечно, ну, чуть-чуть сладковатые. Все, что нужно для десерта. Дальше мы пробуем блины пожарить на плите. Жарить будем мы вот такие вот блины без начинки. И они очень удобные. Если, например, вам хочется самим приготовить блины с какой-то конкретной начинкой. Или у вас, например, там, как у меня, ягоды в морозилке залежались. Можно взять вот эти блины и с любой начинкой их приготовить. А можно и просто поесть обычные блины без начинки. Например, их медом полить или сгущенкой. Я вот раньше обожала блины есть со сгущенкой. Так вот намазывала сгущенку, заворачивала трубочкой. И получалось просто очень вкусно. Как делаем? Блины не размораживаем. Достаем из морозилки. Кладем на сковородку с разогретым маслом. Можно сливочным, можно растительным. Мне кажется, сливочным вкуснее. И жарим примерно по 3-5 минут с каждой стороны под крышкой. То есть блины жарим до готовности. Время зависит от сковородки, которую вы используете, от ее толщины. И от огня, на котором вы жарите. В общем, вы увидите, когда блины будут готовы и станут такими румяными и красивыми. Преимущество этих блинов еще в том, что их не обязательно жарить на блинной сковородке. Я специально взяла обычную, которая есть на каждой кухне. И мы сейчас с вами жарить блинчики будем на ней. Кидаем кусочек сливочного масла. И его растапливаем. Я буду жарить на комфорке с самым таким тихим маленьким огнем. Достаем наш замороженный блинчик и кладем его на сковородку. Посмотрите, какой он красивый, в дырочку. Вообще прям просто суперидиальный. Накрываем крышкой. И засекаем 3 минуты. Через 3 минуты я открываю крышку и переворачиваю блинчик на другую сторону. Время прошло. И теперь я выключаю сковородку. Просто потому что я один блинчик только жарю. Перекладываю на тарелочку. И будем пробовать. Пробуем. Еще раз обратите внимание, какой блинчик получился такой кружевной, очень румяный. И очень вкусно пахнет. Я даже не стала заворачивать у него никакую начинку. Потому что мне хочется попробовать именно блин соло. Очень вкусно. Мне кажется, что этот блин идеально подойдет для любой начинки. Потому что он вроде бы и не пресный. То есть здесь есть немножко сахара. И не сильно сладкий. И поэтому в него можно заворачивать не только сладкую начинку, но и, например, мясной фарш. То есть универсальный блин вообще абсолютно для любых продуктов. Я думаю, что такими блинами я буду частенько пользоваться. Потому что, ну, как вы знаете, я люблю эксперименты, экспериментировать с начинками. А времени для того, чтобы замесить тесто и на печь, блины не всегда хватает. А тут как бы заверну начинку и можно в духовку, на сковородку куда угодно убрать. В общем, мне нравится. Очень вкусно. И давайте потестируем теперь третий способ. Ну и теперь приготовим блины в духовке. У нас будут блины с томленым мясом и блины с лесными ягодами. Что делаем? Мы просто берем блины из морозилки, замороженные. Кладем их на противень или, как у меня, вот форму для запекания. Ставим в разогретую до 220 градусов духовку. И готовим примерно 5-10 минут. Прежде чем попробовать, хочу вам рассказать историю, которая мне сейчас вспомнилась почему-то. Когда мы в этой квартире делали ремонт, нам часто помогала моя бабушка. И она привозила нам покушать вот такие вот блины. Чаще всего с печенью. Мы их грели на полу в микроволновке и потом ели, сидя на подоконнике около большого окна. Было так тепло и уютно, хотя повсюду в квартире валялись стройматериалы. И мы были очень уставшими. И я прям хорошо сейчас вспомнила те эмоции. Ну и давайте начнем пробовать. Буду блинчики кусать просто так, не резать. Именно так мы их ели, когда ремонт делали. Первый блинчик должен быть с томленым мясом. Очень вкусно. Здесь, правда, очень много начинки. Этим блином прям можно полноценно пообедать. Но не одни, мне кажется, если парочку положить, разогреть, прям отличный, такой хорошенький обед. Здесь очень хорошее мясо и чувствуется то, что оно томленое. Я не знаю, его там в духовке там или в печи, или тушили как-то, но оно прям такое нежное-нежное. И у него однородная, такая тоже очень нежная консистенция. В общем, мне прям очень понравилось. Интересно попробовать теперь сладкий. Для меня, для сладкоежки, конечно, сладкие блины, это вообще просто, мне кажется, слабое место. Главное, чтобы я их на ночь теперь не ела, потому что у меня много блинов в Розелке есть. Эта начинка с лесными ягодами, она мне немножко напомнила лето, когда мы ездили к дедушке на дачу, ели там землянику, собирали малину. Прям какие-то эмоции летние. И начинки тоже очень много, она однородная, но видно даже кусочки ягод в ней. Это очень вкусно. У нас остались самые экзотические вкусы. Шоколадные блинчики с соленой карамелью. Шоколадные блинчики с йогуртом и клубникой. И шоколадные блинчики с белым шоколадом. Мы их приготовим четвертым способом. Просто разморозим при комнатной температуре, и потом, чтобы есть теплые блины, чуть-чуть подогреем в микроволновке. Наши шоколадные блинчики разморозились. Я их подогрела в микроволновке буквально 20 секунд, ну, чтобы они такие чуть теплые были. Горячие не хочется, чтобы нет. И теперь мы с вами будем пробовать. Они должны быть очень вкусными, как пирожные. Я сейчас их все сразу нарежу, и потом буду пробовать, чтобы прям сравнить, какой вкус мне больше всего понравился. Пробуем. У меня там оператор за кадром сидит, облизывается. Итак, у нас первые блины, клубника, йогурт. Жалко, видео не передаст, насколько это вкусно. Начинка какая-то невероятно нежная, как будто ем какое-то розовое облачко. Это прям, ну, это прям очень вкусно. Похоже на суфле, на зефир. В общем, потрясающе. Запиваю кофе, чтобы распробовать вкус следующих блинчиков. И здесь у нас соленые карамели. Это должно быть тоже хорошо. Прекрасно. И вот эти вот шоколадные блины с соленой карамелью сочетаются просто идеально. Мне кажется, это вкуснее вообще любых тортиков, которые только можно придумать. И это наши родные блины с карамелькой. Вот если вы ели, например, все время блины с творогом, со сгущёнкой, с мёдом, то вот эти начинки вам точно должны понравиться. Они вас, скорее всего, удивят, потому что это необычно и очень изысканно. Нам остались последние с белым шоколадом. Если честно, мне больше всего было интересно попробовать именно блины с белым шоколадом. Я такие вообще никогда не пробовала. И интересно, как они, как эта начинка сочетается с блинами. Она даже выглядит очень интересно. Начинки так много, что она даже вот стекает. Это прям вкусно. Ну, белый шоколад есть белый шоколад. Он, мне кажется, не нуждается в комментариях. Он просто нежный, сладкий и прекрасный. И, мне кажется, вот эти блины даже на Новый год можно подать в качестве десерта и не заморачиваться с приготовлением торчков и пирожных. Просто разогрели или в духовке приготовили или разморозили способом, как сегодня мы делали при комнатной температуре. У вас уже готов классный, очень вкусный десерт, который, мне кажется, любых искушённых гостей удивит. В общем, ребята, мне понравились вообще все блины. Я бы их разделила на несколько категорий. Сладкие, которые люблю я. Сытные, которые любит мой муж и которые, в принципе, могут заменить полноценный обед. И блины без начинки. Этот вариант подходит, если вы любите покреативить и хотите поесть блины со своей начинкой, там, с вареньем, например, или с икрой. Мне больше всего понравились, наверное, следующие начинки. Это солёная карамель, блины с творогом и блины с лесными ягодами. А если выбирать из несладких, то это, наверное, блины с наплёным мясом. Потому что там было много начинки, и мясо было такое очень-очень нежное. Ну, это на мой вкус, а вам, конечно, могут понравиться и другие начинки. Самое классное в этих блинах то, что их можно очень быстро приготовить. Достал из морозилки, и уже буквально через 5-10 минут можно пробовать. И что купить эти блины можно практически в любом магазине у дома. Пятёрочек, перекрёсток, магнит, метро. Полный список магазинов я оставила в описании к видео, можете там посмотреть. А если очень лень, то даже можно заказать с доставкой на дом. Если вы не покупали до этого в Сбермаркете, то можете воспользоваться промокодом на бесплатную доставку. А если регулярно заказываете на Сбермаркете, то добавив в корзину блинчики с пылу с жару на 400 рублей, вы получите скидку в 100 рублей по промокоду. Промокод можно найти в описании к этому видео. Бывают такие моменты. Утром встаёшь, за окном всё серо, настроения нет, и готовить тоже нет ни сил, ни времени, ни желания. А тут тебе привезли блинчики, и сразу солнышко внутри тебя встало, и сразу как-то теплее стало на душе. В общем, друзья, кушайте блинчики, выбирайте лучшую начинку, и будет вам хорошее настроение. Всем пока!